Россия Они по домам, мирным домам Мирных людей в Херсонской области и Запорожье Это ключевая сегодня наша задача Только поэтому груженные Вооружением самолеты Летят сейчас на Украину И самое важное, видим мы, что прилетает самолет С этой помощью, пару раз такие самолеты сбить Больше не полетят Для начала давайте я поздравлю всех с наступившим Новым годом Ну да, все добрые русские люди сегодня отмечают наступивший 2023 год Отметили, ну что, отметили прекрасный фейерверк Значит, Днепропетровск сейчас На первых страницах всех западных газет Вот, это ужасная картина, это дом в Днепропетровске Сложился целый фактический пролет Целый подъезд События для западных медиа и события, естественно, для украинских медиа Вот этот вот несчастный, еще раз я выведу на экран, дом в Днепропетровске То это явно удар украинской ракеты ПВО Отметили, ну что, отметили прекрасным фейерверком Таким вот, как положено Ну сегодня там поразили машиной зала Ивано-Франковской электростанции Приятно, не буду скрывать, приятно Но гораздо приятнее было бы увидеть разнесенный в хлам какой-нибудь Днепровский мост Мы, люди, будучи все адекватными, нормальными Разумеется, не способны наслаждаться военными действиями Украина сегодня это тот сериал, который должен в конце каждого сезона заканчиваться чем-то хорошим Вот они переходят в наступление Но как так? Очередной сезон, который они должны были закончить зимним наступлением Украины И победными реляциями То, о чем говорили эти официальные лица на Украине Не заканчивается этим Русские в атаку идут Русские в атаку идут и побеждают Русские идут домой Единственным, настоящим, таким серьезным гарантом украинской государственницы Суверенитета и территориальной целостности могла бы быть только Россия Которая и создала сегодняшнюю Украину Проевать с Украиной мы не будем, это я вам обещаю Они политические хохлы, они выродки, они вообще не люди Ильянский ведь совершенно уже такие безапелляционные заявления делает О том, что никаких переговоров И что вообще Крыму нужно готовиться к боевым действиям Вот что он говорит прямым текстом В такой ситуации России есть вообще о чем говорить с таким лидером? Конечно, о том, как будут выполняться наши условия В недавнем ответе пресс-секретаря пересидента России Дмитрия Пескова На предложение президента Владимира Зеленского Начать отвод российских войск с оккупированных украинских территорий Прямо говорится, что Украина должна считаться с новыми реалиями А именно с тем, что Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области Украины Теперь являются территорией Российской Федерации О Крыме, как видим, пресс-секретарь пересидента России Даже и не упоминает Для него, как и для его начальника Крым давно решенный вопрос Но, похоже, не только Крым До нападения России на Украину в 2022 году Крым можно было считать Сакральной территорией для кремлевского режима И исключением из правил российского менеджмента кризиса В самом деле, ни то, ни после 2014 года Россия ни разу не прибегала к аннексии чужих территорий Так и есть Мы белые и пушистые Даже признание в 2008 году Независимости грузинских автономий Абхазии и Южной Осетии Было совершено новым подходом К взаимоотношениям с бывшими советскими республиками И территориями Которые объявили о своем непризнанном суверенитете До этого времени в Кремле предпочитали Неформальный характер контактов с самопровозглашенными республиками Собственно, с Приднестровьем Такой уровень взаимоотношений поддерживается и сейчас 2014 год продемонстрировал, что Путин может пойти и на аннексию чужой территории Однако тогда он, да и многие и в России, и в Украине, и на Западе Объясняли такой непривычно агрессивный подход Подрывающий саму суть международного права Сакральностью Крыма И особым отношением россиян к полуострову Крым, Древний Корсун, Херсонес, Севастополь Имеют огромное цивилизационное и сакральное значение Впрочем, стоит признать, что это особое отношение Создавалось и подогревалось российской пропагандой На протяжении десятилетий и даже столетий Однако в Донецкой, Луганской, Херсонской или Запорожской области Никакой сакральности уже не наблюдается Появились новые территории Ну вот, и такой все-таки значимый результат для России Это серьезный вопрос Кремль, уверен, просто аннексировал то, что смог оккупировать Не более того Вот они взяли в свое время В Крыму проживает 2,5 миллиона человек 2,4 тысячи Взяли и воду отрубили Ну, войскам пришлось зайти и открыть воду в Крым Вот как просто пример логики наших действий Не сделали бы вот этого действия Не было бы других противодействий Если бы были оккупированы другие украинские регионы То и там были бы проведены так называемые референдумы И эти территории были бы точно так же аннексированы Цап-царап Поэтому теперь нет никакой сакральности Крыма Этот миф фактически нивелирован Последующими агрессивными шагами пересидента России Цель главная помощь людям на Донбассе Народных республик Донбасса, которые мы признали Вынуждены были это сделать Как в целом оцениваете динамику специальной войны? Динамика положительная Все развивается в рамках плана Министерства обороны Генерального штаба И надеюсь, что наши бойцы еще не один раз порадуют нас своими результатами боевой работы И поэтому уверен, не стоит считать, что именно Крым – препятствие к завершению войны Вот этот вот «нет войне» мы все только за то, чтобы война прекратилась Поэтому 24 февраля началась военная операция Препятствие к завершению войны, как видим, агрессивные планы Путина И сама идея аннексии чужих территорий Любых чужих территорий А вовсе не только Крыма Крым не является никакой спорной территорией Там не было никакого этнического конфликта В отличие от конфликта между Южной Осетией и Грузией Это результат деятельности националистического Неонацистского режима Русские в атаку идут Русские в атаку идут и побеждают Русские идут домой Всего хорошего Субтитры создавал DimaTorzok